Всем привет, друзья! Меня зовут Оля Ермилова, я эксперт по управлению реальностью с помощью контроля своих мыслей. И сегодня я бы хотела поднять тему о том, как найти свое дело и зарабатывать на нем. Потому что, ну, во-первых, каждый человек, наверное, хочет найти свое дело. Во-вторых, каждый человек хочет зарабатывать. И это тоже есть нормально и очень классно, когда мы можем эти два момента совместить. Мы не совсем будем сегодня говорить непосредственно про выбор профессии, но я сегодня хочу немного поговорить о мышлении. О мышлении тех людей, которые зарабатывают деньги, которые постоянно находят возможности это делать, и о тех людях, у которых это пока не получается. И, в общем-то, дать ответ на вопрос, почему не получается и что необходимо делать. Записываю я это видео в преддверии своего марафона, который называется «30 денежных действий», и который основан не на мышлении, а на конкретных действиях. Почему? Потому что на самом деле природа денег, да, вот это наше умение их притягивать в свою жизнь, зарабатывать, получать каким-то образом, иметь, скажем так, иметь деньги, она напрямую связана с двумя моментами. Первое – это то, как человек относится к деньгам вообще, в принципе, да, любит он их, не любит, боится, оговаривает. Ну, это одна история. И вторая сторона денег – это готов ли ты что-то делать для того, чтобы их получать? Готов ли ты находить свои классные сильные стороны и взамен этого реализовывать их и получать деньги? Удивительным моментом является то, что человек, который имеет бедное мышление, ну, скажем так, человек, который считает, что деньги достаются трудно, что деньги – это боль, может иметь много денег. Но, то есть он может это делать, но при условии того, что он постоянно работает. Вот наверняка вы знаете, возможно, своих родителей или еще каких-то людей, которые всю жизнь тяжело работают, но у них при этом есть деньги. Они все время рассказывают, как это тяжело, но при этом у них есть деньги. Так вот момент того, что у них есть деньги – это нормально, потому что они действуют. Но если бы они, например, в своей голове поменяли программу, вместо того, чтобы все время искать сложные пути и говорить тяжело, перестроились бы и начали искать и прокладывать более простые пути и изменили свое отношение, денег бы стало больше и приходили бы они значительно легче. Вот такая вот интересная штука. Поэтому я сегодня на самом деле не буду затрагивать столько момент именно мышления позитивного, негативного. Я сегодня поговорю о том, как деньги вообще притянуть. Вот, например, мой марафон «30 денежных действий», я буду на его примере основываться, будет понятно. Его суть очень простая. Дело в том, что обычно бывает такое, что люди не совсем понимают, что такое должно сложиться, какой химический процесс произойти, чтобы получились деньги. Например, я продаю вот этот рулон этой замечательной, прекрасной бумаги, которая помогает мне убирать дома. Вот я, например, решила, что я буду предпринимателем. Я закупила эту бумагу, думаю, так, как же мне ее продавать? Вышла на улицу, сижу. Вот здесь в Италии под супермаркетами часто сидят дядечки. Сижу. Кто-то проходит, смотрит. Ну, во-первых, как-то на улице бумагу там покупать, зачем есть супермаркет, чем эта бумага отличается. На 10 центов дешевле, ну типа не очень интересно. Вот, и вот я сижу целый день, и у меня там кто-то купил 5 рулонов бумаги, и я чистой прибыли заработала там полторы, полтора евро. Вот такой у меня был рабочий день. Следующий есть момент. Я могу создать страничку в Инстаграме или, например, страничку в Интернете. Но если я сделаю страничку в Интернете, ну давайте сайт, да, сайт сделаю, то очень важно, чтобы эту страничку кто-то увидел. А сейчас люди все меньше пользуются непосредственно, например, поиском в сети, люди пользуются либо маркетплейсами, да, то есть крупными какими, да, куда они забивают, маркетплейсы выводят сразу же, они занимаются раскруткой своих сайтов. И сразу же вы там в первых рядах видите, кто живет в Украине, да, знает там розетку маркетплейс, там пром.ua и так далее. Вот, то есть вариант загрузить, например, на маркетплейс, и тогда меня увидит больше. Это денежное действие? Да, определенно денежное. Но сделать свой сайт, например, и не раскручивать его в Интернете, действие не особо. Дальше, например, мы делаем страничку в Инстаграме. В Инстаграме вот у вас есть страничка, ну плохо продается. Вы говорите, ну у меня просто плохо продаются, потому что маленькое количество подписчиков. А как привлечь подписчиков, я не знаю. Денег у меня нету, значит, там на рекламный бюджет, а если даже есть, то это невыгодно, потому что маржинальность низкая. То есть то количество денег, которое я потрачу на рекламу, я никогда на бумаге не окуплю. И вот у человека есть в голове, значит, разный набор действий, но в чем отличается тот, кто продает много и тот, кто ничего не может продать, хотя продают вроде бы одно и то же, тем, что голова работает по-разному. Так вот на тренинге 30 денежных действий я как раз и показываю, как работает голова успешных предпринимателей. Я как раз и даю, и рассказываю, что необходимо сделать, даю классные современные инструменты, которые вы можете как идеи быстро внедрять в свой бизнес, маленький бизнес и так далее. И вот люди мне говорят, ну хорошо, вот бизнес понятно, там вот у человека что-то есть, а если у меня нету бизнеса? И вот тут очень интересно, потому что по сути каждый человек является продавцом, продавцом своих прежде всего навыков, умений. Ну, например, я считаю, что я хороший предприниматель, значит, я создаю свой бизнес и стараюсь продать это. А может быть, я считаю, что я хороший исполнитель, например, я прекрасный директор или прекрасный управленец, могу чем-то управлять. Или я прекрасный продавец, и в этом случае мне необходимо продать себя выгодно и дорого хорошему клиенту, то есть хорошей компании. Обычные люди так не размышляют. Обычные люди размышляют с позиции, мне нужна работа, кто меня возьмет, я сейчас никому не нужен. Буквально вчера вот мне написала женщина, которая переехала из Донецкой области, она мне написала, Оль, мне нужна помощь. Я говорю, да, чем я вам могу помочь, вам нужна одежда там, какие-то, напишите, что вам нужно, я постараюсь сейчас это собрать. Она говорит, нет, мне нужно найти в таком-то районе Киева работу посудомойкой. Я говорю, ну, вам тогда надо пройтись по этому району или посмотреть вакансии в этом районе, или постучаться в окна в этом районе, в те места, где вы бы хотели работать или могли бы. Ну, это достаточно простое действие. Так вот, так люди и размышляют буквально. А вот если вы хотите продать себя дорого, если вы хотите продать себя качественно, вам необходимо развивать другое мышление. А как же это мышление развивать? Да по простому принципу называется подсмотреть. Вот смотрите, если вы не ходите ни на какие тренинги, не слушаете никакие видео для людей, которые зарабатывают деньги, значит, вы слушаете то, что обычно рассказывают тем, кто деньги не зарабатывает, и то, что показывают людям, которые деньги не зарабатывают. Разницу улавливаете? Вы хотите выучить английский язык, и вам говорят, нужно смотреть фильмы на английском языке для того, чтобы, когда вы учите язык, у вас есть такое намерение, и вы смотрите фильмы, процесс идёт быстрее. А вы продолжаете смотреть на русском и говорить на русском. Можете ли вы выучить? Нет. Вам необходима среда, где люди учат, смотрят, говорят, и в такой среде вы гораздо быстрее погружаетесь. То же самое про деньги. Если вы хотите научиться зарабатывать деньги, понять, как люди находят идеи, понять, на чём вообще деньги зарабатываются, как вообще думают те люди, которые умеют зарабатывать деньги, конечно же, в этом случае вам просто необходимо ходить на тренинги, курсы, читать книги для тех людей, которые уже зарабатывают, понимаете? В противном случае вы находитесь на разных полюсах. Если вы не умеете плавать, танцевать или петь, и говорите себе, я пойду и начну танцевать тогда, когда научусь. Когда-то я помню, что я очень хотела похудеть, но я стеснялась того, как я выгляжу, мне не нравилось. И когда меня приглашали в тренажёрный зал, в спортзал ходить, я говорила, я когда похудею, тогда приду, чтобы красиво смотреться в спортивном костюме. Вот по такому принципу мы и живём. Когда я, вот у меня сложится, тогда я начну. Запомните очень простое правило. Если вы хотите научиться зарабатывать деньги, вам необходимо находиться в среде тех, кто уже зарабатывает, чтобы пропитаться, увидеть, как это вообще. Ведь у очень многих людей существуют абсолютно какие-то фантастические представления о том, откуда другие берут деньги. То есть люди вообще этого не понимают. Вот, например, если взять даже тему инфобизнеса, да, которую обливают, поливают грязью, но на самом деле делают это только потому, что не понимают, как она работает, и не понимают, что на самом деле здесь есть огромное количество ценностей. Огромное количество ценностей. Давайте так, поставим точку. Очень многие мои знакомые, люди, которые мало меня знают, да, вот очень со скептицизмом выговорила, относились к тому, чем я занимаюсь. А многие даже относятся, они говорят, ну что это такое? Ну у тебя, вот ладно, была цветочная сеть. Это понятно, у тебя были люди, цветы, в общем, у тебя была куча расходов, да, и никакой прибыли. Ну, маленькая прибыль на фоне расходов, можно сказать, никакая. Но для людей это понятно. А вот то, что ты выстраиваешь системы онлайн, то, что ты обучаешь тысячи людей, то, что ты хорошо зарабатываешь здесь, людьми не воспринимается. Почему? Потому что они не понимают, как это работает. То же самое касается и вас. Многие из вас не хотят бизнес, потому что они просто не понимают, как это работает, имеют некое свое представление, но не понимают, на чем на самом деле, как на самом деле делаются деньги. Что деньги это всегда, прежде всего, хорошо работающий мозг, классные идеи, выигрышные идеи. Бизнес это не про то, чтобы потратить больше денег, нет. Бизнес это про то, чтобы создать классные идеи, классные связи, на которых заработаются физические деньги. Вот так устроен наш, точнее так устроен предпринимательский мир. И не забывайте, что предприниматель это не только тот человек, который делает свой бизнес на продаже товаров или услуг, но и тот человек, который выгодно продает свой труд, свои навыки и умения какой-либо компании. Так вот, для того, чтобы во всем этом разобраться и для того, чтобы стать человеком, чей мозг начинает понимать, как это функционирует, хотите вы или нет, необходимо погрузиться в среду. Необходимо увидеть это изнутри. Именно поэтому я отвечаю всем на вопрос о том, что если у меня нет бизнеса, если у меня сейчас я не зарабатываю, меня уволили, я никогда не работал, мне на ваш марафон нужно приходить. Я ставлю три восклицательных знака и говорю одно, если вы хотите понять и научиться зарабатывать деньги, убрав со своей головы ненужные ограничения физические, что невозможно, нельзя и вообще делаются деньги только на связях каких-то, ну в общем у каждого есть свой набор вот этих всех глупостей, то однозначно нужно. И однозначно есть такая замечательная история, что когда мы попадаем в среду, вот поверьте, если вы поедете в лагерь, давайте как в детстве, в лагерь с людьми, которые каждый день будут тренироваться и бегать и следить за своим питанием, что-то в ваших привычках за этот месяц точно изменится. Где-то вы однозначно начнете поддерживать и вливаться, и у вас это останется, вы захотите это продолжать. Поэтому то же самое касается и моего марафона 30 денежных действий. Даже если у вас нет бизнеса и вы не до конца будете понимать, что вам с этим делать, вы перестроитесь и поймете, у вас появится понимание того, так вот оно, как это все делается. И вы 100% начнете на своем уровне, в своих возможностях искать то, что вы будете применять, потому что вам понравится не только вкус и запах денег, но и реальные деньги, которые вы точно получите. Мы всегда создаем с вами и некую энергетическую среду с помощью того, куда направлены наши мысли. И я предлагаю вам 30 дней направить их в сторону зарабатывания денег, в сторону открытия своих талантов, интересных сильных сторон, возможностей, классных идей. Переключиться на эту волну и, поверьте, запустится очень классный процесс, который будет формировать вокруг вас такую реальность, которая откроет перед вами большое количество разных финансовых возможностей. Надеюсь, что вам это будет интересно, и я сегодня как-то ответила на ваш вопрос. Что касается выбора ниши, чем заниматься, это технические моменты, мы, кстати, тоже будем обсуждать на марафоне для тех, для кого это будет актуально. Не забывайте о том, что я буду находиться с вами еще и в живом чате. Помимо уроков, которые вы ежедневно получаете, я нахожусь с вами в чате, живая, настоящая, отвечающая конкретно на ваши вопросы. Поэтому мы с вами сможем все обсудить и сделать так, чтобы вы остались максимально довольны тем, что пришли, а я максимально довольна теми результатами, которые вы получили. Мы стартуем с вами 20 июня, это уже совсем скоро. Сразу же отвечу на популярный вопрос, когда будет следующий марафон. Этот марафон я провожу в среднем раз в полгода, поэтому следующий, значит, ждем ближе к зиме. Стоит ли ждать эти полгода? Каждый принимает решение сам. И, как всегда, наприкінці я хочу сказать, что все украинцы, которые сейчас находятся в разных странах, которые сейчас находятся в Украине, щиро чекают и желают нашу победу. Я хочу сказать вам, что я так же пишу, что я украинка. И я продолжу делать то, что могу. Продолжу поддерживать, перш за все, наш мозг, наше желание жить. Адже сегодня нам это очень-очень нужно для того, чтобы жить, для того, чтобы отроджувати нашу страну и для того, чтобы пишаться тем, что мы украинцы. И, не зважаючи ни на что, мы продолжаем жить. Мы обязательно победим. Слава Украине!